Здравствуйте! В этом видео я вам расскажу как прибавить немного FPS Black Desert, а также уменьшить количество лагов и фризов. Подходит как для Steam версии, так и для 4GAME. Смотрите видос внимательно и до конца, в нем много полезной инфы. Если вы что-то не поняли, еще раз пересмотрите видео. Буду благодарен за большие пальцы вверх и подписку на канал. А также не забывайте делиться этим роликом с вашими друзьями. Приятного просмотра! Первое что мы делаем, качаем архив по ссылке в описании и перекидываем папку на рабочий стол. Здесь у нас есть папка оптимизация, а также 2 текстовые документа, команда и создание точки восстановления. Сначала откроем команда, копируем данную команду, нажимаем pkm на пуск, windows powershell administrator, да, ctrl плюс v и enter. Закрываем и закрываем. Теперь открываем Steam, библиотека, в левом верхнем углу нажимаем Steam, настройки, библиотека и ставим галочку на упрощенный режим. Далее нажимаем друзья и чат, шестеренка, включить анимированные аватары и рамки, мы выключаем. Далее нажимаем pkm на black desert, свойства. Убираем галочку с включить overlay steam в игре, плюс убираем галочку с игровой кинотеатр. Переходим на локальные файлы, нажимаем обзор, если у вас версия от forgame, то просто находим папку black desert, далее bin64, опускаемся вниз и нас интересует приложение black desert 64. Нажимаем pkm, свойства, совместимость, ставим галочку на отключить оптимизацию во весь экран, изменить параметры высокого dpi, ставим галочку на переопределить режим масштабирования, ставим ok, применить и ok. Закрываем папку, нажимаем поиск, настройки, графики, если у вас есть планирование графического процессора с аппаратным ускорением, тогда нажимаем включить. После всех манипуляций сделайте перезагрузку вашего пк, если же нет, то просто пропускаем. Далее нажимаем обзор, снова нам необходимо найти папку с игрой, если у вас игра от forgame, находите папку black desert. Если же игра в стиме, то заходим в steam, steam apps, common, black desert, bin64 и нажимаем на приложение black desert 64, добавить, параметры, ставим галочку на высокая производительность и нажимаем сохранить. Теперь открываем папку оптимизация. Здесь у нас есть 5 папок и процесс лассо. Сначала откроем настройка видеокарты. Если у вас видеокарта от md, открываем папку md rodeon. Здесь у нас находятся картинки с настройками драйвера для вашей видеокарты. Какие функции включить и какие функции отключить. Если же у вас видеокарта от nvidia, открываем nvidia geforce. Здесь у нас тоже находятся картинки с настройками драйвера для вашей видеокарты. То же самое, какие функции необходимо включить, а какие отключить. Если вдруг вам будет интересно настроить вашу видеокарту более подробно, узнать за что отвечает та или иная функция, у меня есть 2 видео на канале, по настройке AMD Radeon и по настройке Nvidia GeForce, ссылки в описании и в закрепленном комментарии. Далее открываем Nvidia Inspector, нажимаем PPM на Nvidia Inspector, открыть, да, Start Profile, в самом профиле пишем Black Desert, опускаемся вниз, находим Anti-Aliasing, нас интересует Anti-Aliasing Super Sampling, мы выбираем Replay Mode All, далее опускаемся вниз, текстур фильтры, текстур фильтры Quality, ставим High Performance, далее текстур фильтры LotBias DX и LotBias OGL, мы делаем плюсовое значение. То есть чем выше значение, тем будет мыльней картинка, но больше FPS, больше плюс 1.25 я не советую ставить, потому что картинка будет реально мыльная. Ставим для DX плюс 1.25, так же самое и для OGL тоже, плюс 1.25, можете попробовать поставить меньше, тут все зависит от вас, сами тестируйте и смотрите. Далее, Come on, Ambient Occlusion, ставим на Performance, далее нажимаем Apply Changes и закрываем Nvidia Inspector. Теперь открываем папку ISLC, нажимаем PPM на ISLC, открыть, нажимаем троеточие, копируете в любую папку, допустим будет локальный диск C, нажимаем создать папку и ОК, далее Extract, теперь открываем нашу папку ISLC, нажимаем PPM, открыть, да. Если у вас 8 гигабайт оперативной памяти, тогда пишем здесь 4000, если у вас 16 гиг, то пишем 8000 и так далее, то есть делаем значение в 2 раза меньше, допустим у вас 10 гиг, пишите 5000, если у вас 12, пишите 6000 и так далее. Таймер Resolution, пишем 0.50, Rate MS 500, нажимаем Start и заходим в игру, единственный минус, да, необходимо это делать перед каждым входом в саму игру. Для того, чтобы отключить ISLC, нажимаем просто Stop и закрыть, далее открываем Quick CPU, здесь у нас есть 2 программки, для 32-битных систем и для 64-битных систем. Нажимаем PPM, установить, Next, ставим галочку Next, Next и Install, да, убираем галочку, Finish, теперь нажимаем PPM на процесс лассо, открыть, да, ОК, принимаю, далее, установить, нажимаем далее и готово. Ну и осталось самое интересное, открываем папку Twiki Reestra, я для вас здесь собрал 5 файлов реестра, вы все это можете сделать вручную, но для экономии времени, вот вам 5 файлов реестра. Сначала мы нажмем поиск, пишем Regedit, то есть редактор реестра, нажимаем да, теперь нажимаем файл, экспорт, выбирайте ваш ПК, допустим был диск C, любое пишите название, там 123, сохранить. Теперь у нас сделался бэкап ваших всех файлов реестра, то есть вдруг, если вам будет необходимо вернуть данные файлы реестра в стоковое состояние, вы просто снова пишите в поиске Regedit, нажимаете файл, импорт и выбираете ваш файл реестра. Первые два файла реестра отключают Xbox DVR, тем самым бустит реально неплохо FPS, нажимаете PPM, слияние, GameDVR, 2, PPM и слияние. Далее отзывчивость системы, по названию файла думаю так понятно что он делает, нажимаем PPM и слияние, сетевой троттлинг индекс, влияет естественно на сеть, нажимаем PPM и слияние. Ну и последнее это системный приоритет, тоже нажимаем PPM и слияние. Если вы не доверяете этим файлам реестра, допустим нажимаем отзывчивость системы, PPM изменить, здесь у нас есть путь, мы его копируем, вставляем в редакторе реестра, нажимаем Enter и находим System. Как видим ставить the word на нулевое значение, у меня же стоит по дефолту 20, вы можете просто вручную написать 0 и все. Так же само и Network Throttling Index, допустим сетевой троттлинг, нажимаем PPM, изменить, здесь мы пишем 8F, то же самое. По дефолту у нас стоит буква А, но мы можем вручную вписать все 8 штук F и нажать ОК. То есть можете сделать так, можете сделать через файл реестра, как вам удобно. Плюс я вам рекомендую оптимизировать ваш Windows с помощью программы Win10 Tweaker. Видео по настройке данной утилиты есть у меня на канале, я там все подробно объяснил, какие службы необходимо включить, а какие отключить. Если будет интересно, ссылка находится в описании и в закрепленном комментарии. Теперь нажимаем поиск, пишем панель управления, электропитание, показать допсхемы и ставим галочку на максимальная производительность. Открываем Quick CPU PPM, открыть, да. Здесь нас интересует System PowerPlan. Если вы поставили галочку на максимальная производительность, то выбирайте максимальная производительность. Если же галочка стоит на высокая производительность, то выбираем естественно высокая производительность. Далее ставим все на 100%, нажимаем Apply и просто закрываем данную программку. Теперь нажимаем мой компьютер, компьютер, свойства системы, доп. параметры системы, вкладка быстродействия, параметры, ставим галочку на обеспеченное лучшее быстродействие, ставим галочку на сглаживание неровности экранных шрифтов, нажимаем применить, переходим на дополнительно, виртуальная память, изменить. Убираем галочку с автоматически выбирать объем файла подкачки, диск C, ставим галочку на размер по выбору системы, нажимаем задать и после всех манипуляций делайте перезагрузку вашего ПК. Теперь снова открываем мой компьютер, локальный диск C, пользователи, ваше имя пользователя, папка update, local, опускаемся в самый низ, находим папку temp. Выделяем все файлы, нажимаем pkm, удалить. Далее нажимаем отмена, закрываем папку и очищаем вашу корзину. Будто крокодилы, вау, назад. Если вы играете с друзьями в дискорде, кстати, если что, вот мой дискорд, можете подключаться. Нажимаем настройки пользователя, внешний вид, опускаемся в самый низ и убираем галочку с аппаратное ускорение. Нажимаем ok, далее нажимаем pkm на пуск, параметры, игры, в xbox game bar мы убираем галочку и все это отключаем. В клипах мы тоже убираем все галочки и все ненужное просто отключаем. Игровой режим оставляем включенным, далее нажимаем главное, конфиденциальность, немножко опускаемся вниз, находим камера. Если вы используете веб камеру, тогда оставляем включенным, если же нет, тогда просто отключаем. Микрофон, скорее всего есть, поэтому оставляем включенным. Голосовая активация, отключаем уведомления, отключаем сведения. Отчетной записи, отключаем контакты, отключаем календарь, по желанию, телефонные звонки, отключаем журнал вызов, отключаем электронная почта, отключаем админ сообщениями, отключаем радио, отключаем. Переходим на фоновые приложения, здесь у нас есть два варианта. Первый вариант, отключаем все фоновые приложения. Либо же второй вариант, отключаем те фоновые приложения, которые мы не используем. Такие как Cortana, Microsoft Store, ваш телефон, запись голоса, карты и так далее. Все это нам с вами необходимо отключить. И последнее, что необходимо сделать, это обновить драйвера вашей видеокарты. Если у вас видеокарта от AMD, нажимаем PPM на рабочем столе, переходим в настройки Radeon, далее обновления, качаете последние драйвера, выбираете экспресс установка и перезагружаете ваш ПК. Если у вас видеокарта от Nvidia, откроем GeForce Experience, нажимаем драйверы, проверить наличие обновлений. Если есть доступные драйвера, мы их тоже качаем, выбираем экспресс установка и перезагружаем ваш ПК. Если же нет новых драйверов, мы нажимаем закрыть. Теперь открываем процесс лассо, Steam, библиотека и нажимаем играть. Как оказались в самой игре, мы ее сворачиваем. Открываем процесс лассо, находим Black Desert 64.exe, нажимаем PPM. Класс приоритета текущий и ставим высокий. Играете пару дней, если у вас нет вылетов, нет синего экрана, все отлично. Тогда выбираем снова класс приоритета, всегда и ставим высокий. То есть тем самым вы лочите высокий приоритет навсегда. Соответствие CP. Текущий и убеждаемся, чтобы ставили галочки на всех наших ядрах. Если вдруг у вас отказала мышка или клавиатура, тогда выбираем галочку с ядро 0. Кстати, кто-то еще советует отключать SMT. Можете попробовать, возможно вам улучшит производительность. В самой игре нажимаем настройки, производительность, графика. Если у вас ПК супер слабый, естественно все это ставим на низкое. Далее переходим на видео, окно и ставите разрешение у вашего экрана 1280 на 720. Картинка будет супер пиксельная, но FPS прибавится в полтора раза. Если у вас ПК средний и выше, тогда делаем следующие настройки. Ставим качество текстур на среднее. Качество изображения выше среднего, либо высоко. Я же оставляю на высоко. Режим высокого качества я смысла в принципе не вижу. Тут по вашему желанию. FPS конечно хавает, но смотрите сами. FXAA желательно отключить. SSAO отключаем. Фильтрацию в принципе можете оставить. Тистилляция тут по желанию. Я отключаю. Глубина резкости по желанию. Текстуры НИП вдали по желанию. Эффекты боя тоже по желанию. И снег естественно тоже по желанию. Нажимаем применить. Далее оптимизация. Я советую отключить эту галочку, поставить на 60. Масштабирование. Естественно для слабых ПК мы включаем. Для средних и выше отключаем. Низкая мощность. Я советую вообще всем это отключать. Эффекты атаки. Тут уже по желанию. Оптимизация. Лично сам не проверял и не советую в принципе трогать. Оптимизация эффектов. Тут естественно ставите либо эффекты, либо оптимизации, либо что-то среднее между ними. Но я оставляю вот как-то так. Оптимизация персонажей. Для ПВЕ игры можете поставить 15-20 метров. Плюс можете еще поставить галочку скрывать других персонажей. Нажимаем применить. Далее камера. Камера в принципе тут по желанию настраиваем. НПС. Ставим галочку на скрыть некоторых НИП. На вкладке видео. Окно ставим разрешение по соотношению к вашему монитору. Полноэкранный режим. Масштаб интерфейса. Тут по желанию. Эффекты. Камера и скриншоты. Здесь тоже по вашему желанию. Ну и нажимаем начало игры. Подключаемся к серверу. И наслаждаемся высоким FPS. Продолжение следует.